Привет и добро пожаловать! Это видео посвящено сурвайвл-хоррору, экшен-приключению с открытым миром Days Gone. Band Studio, которая собственно и разрабатывает игру, поведала целую кучу информации, которую мы расскажем вам прямо сейчас. Итак, 21 факт, который вы не знали о Days Gone. Наверное. Скорее всего, вы в курсе, что Band Studio разрабатывает игры на PlayStation уже больше 20 лет. Несколько человек из высшего руководства работают в студии с самого ее основания. Текущий директор Кристофер Рис в свое время написал Babsi 3D, самую первую игру студии на PlayStation, и в целом приложил руку к коду каждой игры, которую она выпустила с того времени. А Джон Гарвин, креативный директор, написал сценарий ко всем играм после Syphon Filter. Говоря о первых днях существования Days Gone. Разработчики рассказали нам, что поначалу игру в целях внутреннего пользования называли «красный стул» в честь пива, которое варят в Бенде, штат Орегон, чье имя и взяла студия. Разработчики зовут местную экосистему Days Gone фрикосистемой в честь стаи существ, обитающих в этой местности. Эта зачастую удивительная система описывает взаимоотношения между животными, людьми и фрикерами. Вне всяких сомнений, все хотят убить вас, но при этом они хотят убить друг друга. Люди сражаются с фрикерами, фрикеры с людьми, фрикеры с фрикерами, фрикеры с животными, и все сражаются против вас. В ранних видео, посвященных игре, вы могли заметить, как Дикон собирает уши с каждого убитого зараженного, но тем не менее нам было интересно, стоит ли за этим какая-то проблема с психикой. На деле оказалось, что уши можно показывать в человеческих поселениях в качестве доказательства убийства фрикеров, и того, что вы сделали мир чуть более безопасным. Говоря о поселениях, в открытом мире Days Gone их довольно много, у каждого есть свой характер и специальность. Некоторые лучше подойдут для покупки оружия, другие для прокачки мотоцикла. Так что вот вам хорошая идея, решите, куда сосредоточить свои усилия, в зависимости от своего стиля игры. Одним из способов будет поиск попавших в передрягу выживших. После спасения вы можете отправить их в конкретный лагерь, чтобы увеличить его население, тем самым заслужив свою награду. Давайте поговорим о боевой системе. Ben Studio создали три разных, но при этом взаимосвязанных подхода к сражениям. Стелс, беги-стреляй и распланированные атаки. Чтобы передвигаться скрытно, вы можете присесть и спрятаться в высокой траве или мусорном ящике. Уровень шума зависит от скорости, поэтому чем медленнее вы двигаетесь, тем меньше звуков издаете. Крайне важна и возможность манипулировать вражеским искусственным интеллектом, поэтому Дикон способен швырять камешки и генераторы шума, чтобы отвлекать противников. Также разработчики хотят, чтобы стелс казался чем-то мощным, поэтому главный герой, будучи незамеченным, может выполнять смертельные ликвидации. Арбалет является важной составляющей стелса, отчасти потому, что он бесшумен, отчасти из-за того, что Дикон может крафтить новые болты из веток, поэтому боеприпасы всегда будут под рукой. Также главный герой может создавать разные виды болтов, помимо самых обычных. Химические болты, сделанные из позвонков фрикеров, заставляют противников людей сходить с ума и сражаться друг с другом. Что касается стиля «беги-стреляй», студия создала для него три слота быстрого доступа – пистолет, винтовка и особое оружие, призванное привнести в игру разнообразие. Боеприпасы чрезвычайно ценные, и дабы вы принимали еще более взвешенные решения, для каждого оружия нужен свой тип патронов. В игре есть система укрытий, даже если вы проходите игру не по стелсу, все равно стоит следить за издаваемым вами шумом. Громкий звук может привлечь самых разных врагов. Оружие ближнего боя также играет важную роль в открытом сражении. Например, нет времени на перезарядку, или вы не хотите тратить драгоценные патроны. Разнообразие также не уходит на второй план. В игре есть одноручное и двуручное оружие. У него есть уровень прочности, но если вы хотите, чтобы любимая бита служила вам верой и правдой, ее можно починить с помощью металлолома. Именно поэтому вы не можете покупать холодное оружие у торговцев. Представитель студии также сказал, что покупать в игре вещи, которые потом сломаются, попросту тупо. И, наконец, в Days Gone вы можете планировать свои атаки. В этом вам поможет бинокль Дикона. С его помощью вы можете изучить поселение и помечать врагов. Поэтому при проникновении в лагерь вы будете знать, где находятся враги и какой у них уровень здоровья. Также в игре есть ловушки, которые главный герой может создавать и размещать, дабы получить преимущество над врагами. В любом случае попросту будет полезно заранее ознакомиться с тем местом, где вы находитесь. Зачастую вы можете с чем-нибудь повзаимодействовать или что-нибудь взорвать, дабы увеличить свои шансы на победу в бою. Мотоцикл Дикона не является копией какой-то определенной модели или типа байка. При его создании разработчики вдохновлялись как спортивными, так и внедорожными мотоциклами, а также кастомными моделями, созданными специально для выживания. Улучшение мотоцикла важно по очень многим причинам, но отчасти из-за того, что в игре есть спрятанные локации, до которых можно добраться только на мотоцикле с определенными апгрейдами. Days Gone работает на модифицированном движке Unreal 4. Разработчики из Band Studio обнаружили, что в нем нет встроенной поддержки двухколесной техники. Каждый раз, когда вы садитесь за руль мотоцикла, помните, у него все еще есть два дополнительных колеса. Просто они невидимы и повернуты горизонтально, а вся их физика и коллизия отключены. Давайте поговорим о Борде. В начале игры ее очень сложно победить, но это не значит, что вы не сможете с ней столкнуться. Орды бродят по миру, просто занимаясь своими делами. По главной сюжетной арке вы сразитесь с тремя ордами, но по миру игры бродит целых 40 скоплений фрикеров, чья численность разнится от 50 до 500. И, наконец, размер орды постоянен. Если вы столкнулись с ордой из 300 фрикеров, убили сотню зараженных, убежали, а затем вернулись, то орда по-прежнему будет состоять из 200 тварей. Орда не будет мгновенно восстанавливать свою численность, но со временем блуждающие фрикеры будут присоединяться к своим собратьям. А будете ли вы играть в Days Gone? Расскажите в комментариях. Также не забывайте подписаться на наш канал, обязательно жмите на лайк и колокольчик. До встречи на X Games Game TV. Играйте и смотрите вместе с нами.